всем привет с вами купидитас и капитан герман до на лодке купидитас вот такая вот у нас произошла встреча на перекрестке морей и океанов где-то на канарах это здесь нету перекрестка океанов атлантика черт ну что сегодня мы спросим сергея чего-то интересное или не очень переписываемся на самом деле сергея по моему только ленивый не взял еще интервью да сколько ты уже там рассказывал про себя на самом деле на яхтах у меня никто ни с кем не встречался по моему не но я имею ввиду там ты не только договорил все вопросы уже по моему ответил связаны с кругосветка вот уже завершил ее зачем кстати завершал тоже ну интересно было так как садим наш но дошел бы шаг и целый мир считаю прошла так равна нулю у нас один день не нужно завершить поэтому у нас это серия номер два сейчас у нас просто как в анекдоте когда все подружки собрались вместе говорить не о чем потому что все вместе собрались хотел я тебя спросить про другую часть твоей жизни да вот как ты до такого докатился что в твоей жизни случилось вот и ходил себе в удовольствие получал а потом что-то в голову ударить и решил ютюбом заняться как как это решение кто-то проклял по моему это дочка меня настращала придавая снимать потому что у нас много друзей которые ну что там что там у тебя она давай рассказывает и диана говорит это давай поснимаем какие проблемы мы поснимали попробовали ну вот собственно так и получилось потому что ты же вел сайт и потом как я рисую сейчас висать люблю но современные тенденции говорят о том что люди не любят читать может просто не умеет мне кажется просто времени это точно сесть и читать а так сесть и смотреть время есть сразу понятно с какими сложностями при съемке на яхте сталкиваешься есть вообще какие-то сложности конечно геморроя полно нужно снимать нужно монтировать нужно выкладывать вот если там еще первое ладно куда не шло но вот выкладывать очень часто просто нет и опять же снимать выходишь и что-то закряхтела не перебивается она перебивает нас не дави выходишь допустим плохая погода ну камеру брать в руки это просто тяжело тяжело если бы был какой-то оператор который снимал но тогда конечно можно было бы делать достаточно полное кино а когда это ну там и швец и жнец и на дуде и грец то конечно это сложно но в некоторых моментах как на сокотру мы шли мы первые два дня не снимали вы уже этот жестяк там все с леру висят знаешь там ну так это же самый лучший кадр да ждут да это понятно но тебе же надо это снимать то последнее в голову приходит это брать камеру такой а теперь такой ракурс ногой рулю до 2 ногой навигация там камеру взят да есть такая фигня потому что ну тоже меня часто вот там блин когда что ничего не снимали она же первых не видно ничего шторма от не шторма не отличается вообще ничем тем более гладкая вода а ветер он невидим ну да он не может даже и не гладкая на волны когда вы снимали даже на камеру злада на камеру гладко это да ну и плюс еще нужно чтобы было желание да то есть даже это все делаю исключительно по этому позыву души у тебя хочется брать берешь камеру и снимать не хочется ну соответственно не берешь не беру не снимаю частенько вот встречался с яхтсменами особенно в этом году и многие говорят там что вот мы тоже пробовали там снимать там это это два-три раза поснимали камеру на хрен в дальний рундук и больше я не трогаю камера она просто не приоритетная ты же все равно ты живешь своей жизнью да то есть у тебя камера она в любом случае ну это уже как бы надстройка но ты же живешь для себя понятно что можно показывать это интересно все но я живу я выставляю приоритеты такие что я делаю то что мне нравится если сюда входит съемка я могу ее сюда впихнуть то я с удовольствием это делаю если меня нет настроения ну значит этого не делаю ну да а тут же мы это причины и мотивы это блогинг на нем можно зарабатывать например кстати да на собой следующий вопрос на ютубе прекрасно знаю что за те деньги которые дает youtube вообще просто даже камеру в руки даже вот ее включать не надо то есть это должен быть какой-то другой мотив но вот кстати да вот по ютюбу какой-то профит он тебе вообще дает ну трафик оплачивает где-нибудь приехал в какую-то там страну непонятную ну да что он у нас где-то уходит на интернет подстольничек у тебя сколько также где ты уходит и но я не виду может быть профит есть знаешь не немать ну не денежно не материальный может какой-то другой тебе уж приносит что-то в пользу в принципе ну как какую-то может знакомство еще что-то можете в марине в каждой узнают горит серега заходи все оплачено там траляля там скидки ну больше наверное когда ты заходишь какую-то акваторию и ты не знаешь а там уже яхтсмены были смотрят youtube люди интересующиеся и они начинают как бы образовываться вот группы кружки по интересам где заходишь нам ребята те начинают помогать а вот тут можно там стать здесь можно заправиться здесь можно починиться давай я тебе там помогут вот этим так конечно в этом плане серьезных но я youtube именно вот с точки зрения средств заработка это конечно полная психиатрия но да потому что мне кажется тематика такая узенькая конечно узенькая мало интересная да да то есть это ну они она интересная но просто круг людей которые это интересно он не такой как на больших там travel передачах города миллионы их смотрят это очень специфический вид отдыха то есть и это нужно чтобы именно яхтинг нравился а просто так вот картинка ну какая картинка здесь красивая картинка не можно там куда-нибудь он подъезжало сделать картинка красивая просто как-то и надо снять конечно я про это и говорю это нужно другое оборудование это нужен там какой-то там отдельный человек который будет это снимать тогда так можно делать конечно но это это уже будет не яхтинг это будет просто там трэвел-фэшн там какой-то съемки съемки понятно понятно так ну что касается youtube обсудили мы просто с ильей только что говорили и у него есть анонс он хочет идти на карибы вот в этом году на не идет нет он так сейчас мне говорит а уже всем пообещал поэтому ждите интервью с кариб лодки купидитас как как они дышали а нет никуда больше не можешь давай петляй у нас по планам немножко мы хотели уже все то есть мы все купили что что можно купить ну кроме пир бы нам не смогли его прошить потому что здесь на здесь то не на каждом шагу продай спина керей прямо в гибралтаре мы купили все оплатили отдали его на прошивку через два дня они приходят и знаете а у нас специалист случайно забеременела и она не может этого сделать а беременная и пир бы не шьют не нет это него также излучения все это сам вот но у нас фактически только и пир бы не хватает так бей да иди но учета все взвесили подумали так думаем вздулся португалия португалии не были в испании считай толком не были францию даже не видели как она выглядит но тем не менее в этом году в париже новая рапора мы с тобой встречаемся где на тенерифе что на тенерифе происходит все валят через атлантику другому сюда люди не приходят конечно то смотри на стену вот этот колумбарий сейчас снимаются и конечно большинство из них дают колумбарий которые на стене отвидел эти лодки даже все которые в кругосветку идут они рисуют у нас это здесь тоже картинка еще с прошлого раза пока краску не купили вот останавливает а вот с краской то из-за сада да 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 мы бы пошли до краски не надо нарисовать лерой мерлин что вы купили все мы ходили краски не да мы наверное на гран-канарий зашли в люра краски нет тут зашли опять говорят краски нет извините арк все вы купил не на самом деле пойдем наверно на карибы но чуть попозже чуть попозже где где там как раз вот туда сейчас идет большинство людей здесь не исключение мы же сюда пришли чтобы лодку подготовить вот сеточки одеть без сеточек кто ходит в океан никто вот у тебя сетки нету как ты пойдешь у меня стропа стропа параш лайфлайны чипы подъезжал и не я без этой штуки не выхожу на но у меня есть мы купили не здесь я ее не одевают какая погода я ее просто не сниму она иногда неудобно потому что по ней когда бежишь она по ногу попадает мне поскальзываешь то есть я и вообще хочу не выше спал бы убрать ее у меня арка то есть на арку и на переднюю утку чтобы она провисала по ней не ходить чтобы на ней очень много можно навернуться у меня вещь она не идет вдоль борту мне раза так и лежит но ты идешь когда по борту наступаешь на лайфлайн из него поехал в сторону потому что она же скользко у нас не было таких вот когда там вот вот такое качается лайфлайн болтается ты по нему бегаешь по льду знаешь подумаем может быть и в этом году маловероятно потому что наши планы получится придет мы решили потихонечку так потому что мы все-таки если возвращаться с кариб то мы так посчитали это четыре месяца мы там где-то возвращаться ну надо досмотреть ну я не могу пока точку мы это не поставили португалию францию и не представляешь сколько есть мест в мире в которых точки я изусловно безусловно пока мы здесь поверь это те регионы которые не самые интересные думаю на кариб с кариб ты вряд ли за поэтому мы идем по повышению даже бухать по понижению не рекомендовано можно но не рекомендую поэтому вот когда ты уже начинаешь дырать на понижение тебе уже все равно ты же сам рассказываешь после кариб там это это пришел средиземку полная фигня так правильно через я сейчас схожу и мне тоже опять не захочется но все не придешь зачем тебе вот терять почему теряет почему надо потому что сразу и раз и повысил градус дальше уже частичком у нас просто эти алка шутки связанные что на тенерифы встречается огромное количество людей и каждую пятницу каждый день пятница каждый понедельник я огурцом как-то так получается что тяжело работаем тяжело отдыхаем вот вчера это не оценил да почему также такой же был посидели поболтали ну а вчера между прочим было пятница вечер прайдэй найт и правда да сегодня субботу говорят мы как-то эти дни знаешь не очень мы только единственно приноровили щас воскресенье отслеживать чтобы пожать купить до воскресенья тут же закрыто а я думал ты просто питаешься раз в неделю поэтому такой стройный уже там анекдот был как у тебя дела ну вот там купил машину новую вот там вот купил там какую-то дачу там в нице у тебя как я уже не ел неделю заставляй себя хотя лодка готова вообще длинным переходом ты что нужно делать ничего не ну вот только и пир я никуда не иду уйди конечно я хочу добавить панели тут просто проблема купить оказалось это здесь сейчас я пришел такой дверь с ноги открыл не ну здесь сейчас продаются два с половины евро за ватт но это что-то перебор обычно меньше евро должен вот вот о чем я и толкую что как знаешь отдавать 700 евро за то что стоит 300 блин не не слушай здесь вообще такс при здесь все что связано с яхтингом очень дешево я думаю что нужно поиска 3100 150 ватт 150 ватт панели в леруа стоят 320 евро это много может это какие-то просто новое современное это обычно давлера же там современных ревозно также все объявьте нам смотрел там чуть дороже чем леру серьезно блин а если ну еще сюда можно просто без налогов завезу вот мы сейчас да будем заказывать прикручивать нет у тебя вместо то а так в принцесс он закрывал вместо на армии особо то ничего и не надо да все и все есть ну вообще по лодке там батарей нет мы же поставили то есть нам нас последний штрих это вот солнечной панели и мы как бы и пир и дальше нам деньги вкладывать надо будет только в ремонт наши так сказать апгрейды заканчиваются на панелях поставил я надеюсь такой прикручиваешь последний шуруп и потом вперед уже сразу чинить и когда дошел до панель уже сгнила починки он конечно никогда не прерывается да то есть я уже даже список перестал какой-то составлять потому что просто сколько у тебя в списке вот из таких кстати очень хороший вопрос потому что у меня есть свое понимание сколько в списке у тебя вот список мелких даже там не знаю там раскрутился шуруп там зависит двери ну вот приблизительно постоянно сломанного на лодке вот сколько 6 6 листов листов у меня порядка тридцати это 30 там ну так 15 до 30 и стоянно постоянно я много что конечно просто игнорирую просто бывает идешь такой мимо я сейчас ящик инструментов познал просто тупо под штурманский стол у меня сейчас собрал собрал все основные то есть как бы какая-то база инструментов лежит в рундуке основные там отвертки плоскогубцы шутоверт они стоят тупо под столом бывает проходишь так взял отвертку так крестовая сегодня пошел это 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 достал такого пассатижи пошел пассатижами поработал то есть можно даже не список дела просто взял какой-то инструмент так он подходит для этого 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 есть еще такое что ты видишь тебе что-то нужно починить и ты понимаешь что вот сейчас ты это починишь а у тебя в планах что этот весь блок надо заменять потому что он сейчас опять умрет это это как бы часть в блоке и ты это не чинишь уже знаешь что в принципе она умрет все равно мы так с этим с последним у нас было как зарядник для батарей мы просто его редко используем вот летом то нам панели вообще хватает мы даже никуда не втыкаем первое вентилятор сломался ну ладно обрезали чик чик поменялись вставили вроде крутится потом что-то еще сломал перестал заряжать ну ладно перестал заряжать пол беды он меня за счет сделал мне взял и заряд весь из батареи высосал зачем он так сделал со мной поступил я не знаю я его просто выкинул купил по сделал муринг потому что ну блин на самом деле некоторые вещи уже да действительно чинить бесполе не имеет смысла и может быть еще усилия на ремонт не оправданы такие большие что проще его купить и выбрать сейчас вот мне еще надо пробежаться там пару роликов там поменять уже потрескали это вообще никто не считает за ремонт я такой даже не записываю это там это постоянно что-то крутите метам ну самая главная была проблема почему мы например еще в том году хотели пойти активно активно на карибы но столкнулся с такой проблемой что яхтинг это конечно хорошо но есть вторая проблема что управлять яхтой совсем недостаточно чтобы идти далеко то есть куда куда важнее быть электриком сантехником монтажные же есть видео и в семье там где мои друзья говорят что яхтинг это 90 процентов ремонт и может быть 10 яхтинг а то что там парусишки поднять что-то настроить это конечно навык полезный но длинные переходы к яхтингу имеют очень эпизодическое отношение это больше распределение ресурсов там управление группой людей которые на лодке потому что вот именно там вахты там кто-то там с кем-то не стыкуются кто-то там ночью вообще не понимает что происходит а днем нормально ну вот этот и чар human resource management ну да но мы это вижу вдвоем как бы у нас попроще мы сейчас выработали мы раньше делали вам это сложнее делали три через три ну и получается же вахту сдал ты же не просто такой сдал и и уже спишь там пока спустишься там это что разденешься оденешься на полчаса куда-то уже потратилось пока прилежишь активно вот и и два с половиной часа ты спишь как бы а вот сейчас мы шли из марокко мы решили ты говоришь один иными словами попробовать 4 часа сделать вахту мы сделали 4 часа сразу жизнь наладить вот сразу годы зависит очень если сильная погода четыре часа не выдерживаешь но мне правильно насыпаю так вот я ложусь у меня голова касается в тот момент когда подушки у меня мозг уже не работал ударился об угол подушки потерял сознание не понятно что когда портится погода можно всегда изменить структуру вахты делать два через два на года наладилось 4 на 4 мы пришли к такому режиму что мы идем когда погода хорошая вот вдвоем ночью мы идем 3 3 а днем 2 2 у нас такой режим ну вот как там и к этому пришли что в нем лучше всего когда сложные условия первое время мы вообще это самое знаешь типа днем тусунь без всяких вахт ну вот мы же не спим и не спила ночью делали вахты но какая-то фигня не надо разбивать тоже потому что так вроде и оба смотрят вперед и никто не смотрит ну там смотреть особо ничего ну видел как у меня сейчас на лодке у меня вообще спереди не видно у меня вот как пит и вот все что в кокпите происходит а для того чтобы посмотреть что спереди нужно выйти там сбоку и сбоку смотреть метам тузик нагружен там это все заби мини закрывает вверх в общем тебе надо вообще повесить эту камеру на матч то есть каюту в носовне радара вполне за это точно включил ничего сверене не рефлексирует и лова фигачить как пить и сидишь включаешь радар и ставишь эти гвард зоны знаешь впереди в радаре если ничего в гвард зону не заходит вперед вообще смотреть не надо ну да ну а на швартовках задом радар еще тоже думал может все-таки взять сколько он в итоге потребовал много потребляет то что я смотрел там новые цифровые какие-то то ли 6 ватт то ли какая-то какая-то фигня я не знаю я не мерял сколько но я знаю что если я включаю радаром не садит батареи значительно сильнее да ну радар нужен для перехода в машине мы когда идем под мотором я радар включаю просто знаешь как это если кто-то там про щелкает на всякий случай но если мы идем под парусами и радар включаю только когда захожу в бухты ну чтобы там всякие посмотреть там лодки муринги там еще какие-то будет стоящие это видно а вот так чтобы я пользовался если ты идешь по региону где все нормально все прописано те радар по большому счету дать и не нужен а если ты заходишь вообще фиг его знает где там где скалатор че где не торчит но тут конечно такая история другая ну потому что да мы сколько ходили я прям такого чтобы сценарий использовал все без радара бы я не смог не может что-то у нас здесь нормально конечно мы сразу приняли решение что мы не будем отступать от этой главы мппсс круглосуточное наблюдение как бы мы решили на сто процентов времени кто-то наблюдает за обстановкой но это логично смотрят приборы смотрят вокруг и поэтому в этом сценарии радар он конечно хорошая подспорь этому видеть тучку какую-то тучи когда да тучи хорошо когда ходишь в сильные шторма шторма то ты видишь куда идет шторм даже можно это сделать его марпа таргет и будет видно куда туча ползет ты просто в другую сторону идешь то это нормально мы тоже не единичные случаи что к радару нужно еще 50 килограмм батарейку да то и не одну уже в комплекс не отдельно на батарею подключен а эта батарея под аис а эта батарея прикуриватель но вот у нас а из этот пассивный как бы без без нашего на без трансмиттера просто ресивер да это плохо но как бы от рации идет но он у нас не от рации но он не подключен то есть вы даже не видите но это плохо а из очень удобно сейчас же все коммерческие суда с аисом и там можно выставить пересечения и если у тебя там себе и получается коротким чтобы считает теперь и ну пересечение кто сам с каким расстоянием через какое время очень удобно даже просто но идешь смотришь там с этим пересекались он те там и пи 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 все у нас больше проблем этих больших то мы видим у нас больше проблема мелкие рыбаки какие-то они постоянно без зависимости да и они постоянно по носу почему-то потому что я вот прям тирасовый промывал что если он пройдет сзади это бедлок неудача а да ну да и так точно они но все по носу потому что если он проскочит по носу значит он удачный у него сюда будет рыбалка вот он проскочил а мне просто вправо я же не знаю чем там за собой тащить единственным исключением метров 200 метров единственным исключением являются эти боли арии знаешь большие они очень они просто да но ролики наверно перед ними не очень просто но если проскочил точно удача там 35 помочь 35 и туда да у него бурун выше нашей мать у них эти стоят такие решетки гриль сзади чтобы волны резать потому что да 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 такие огромные такие как борды такие и сетка внутри получается волна выходит она режется потому что иначе это апокалипсис они творят понятно я и думал кстати да вот они гонят небольшую да это именно волногасители у них сзади но перед ними обычно никто не ходит вот мы даже здесь пропустили чем никто ни с кем не связывался просто газ сбросили он прошел газ дыхание а не ремонт они лодка была не они нормально обезжаются то есть не к большим у меня вообще никаких претензий у меня только вот рыбаки раздражают другая другие все нормально да 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 только рыбаки откуда ну что там спецотбор не знаешь какой нибудь там живу садят на лодку если он там наш прошел 10 миль и пять раз никому не помешался не рыба не сдал на пересдачу так таксисты и рыбаки вот две категории нужна передачу завтра приходи еще раз давать будешь а в этом году мы попробовали вариант этот год мы проживем под эгидой без планов мы такие решили но планы с бастом просто вышел так вот так чё там а ветра сегодня нет сидим дуй куда дует туда дует на туда и идем это жесткий у вас принцип планирования маршрута зато зато в этом году у нас на полтора узла выросла средняя скорость потребление солярки снизилась мы последний раз нашли заправлялись в тунисе я в принципе понимаю я вот буквально три дня назад залил последние 30 литров из тунисского топлива вот только как бы сейчас выкинул эти канистры но блин так кайфово и мы если в первом году мы все спешили там быстрее на карибу но мы поняли что мы много чего не умею с точки зрения что-то сломалось а я не даже инструмента нет я даже не знаю какой чего мне в запас купить скотч и хомуты и потом как бы все вот сейчас вроде пришло это понимание но пришло понимание что блин так неохота спешить мы пришли на майорк видишь тебе все время все что-то мешает то инструмент просто сидели на майорке это было лучшее время вообще просто серии куда-то идти не давай не у нас также в кении было мы пришли в кению и после этого индийского океана мы конечно под за и немного но да но потом думаем таки к чему спешим нравится сидим вот понравится мы так и решили карибы на 7 месяцев это не мальдивы их вроде топить не собирается климана еще постоят немножко годом раньше годом позже ну может лет там через 15-20 мы может быть закроем круг это выйдите из средиземки выйдем из средиземки то есть такое как бы неспешно каких-то там рекордов скорости меня единственно хочу какой рекорд поставить анти рекорд по скорости кругосветки вот может быть такой у тебя не получится есть уже победители кто и не закончил это умер просто от старости закончили последний день жизни все вернулся можно нет есть очень много людей которые выходили в кругосветку особенно это американцы они выходят они даже не выходили из тихого то есть него так застряли все шли в кругосветку вышли целенаправленно и потом встречаешь их там где-то на филиппинах они уже такие старенькие вот я в кругосветке и что и куда-то дальше сдвинулась то нет типа уже не имеет смысла кто понял жизнь тот не спешит потому что тихий для меня это вообще отдельная тема я прикольно же как бы если туда и туда надо просто действительно уходить лет на десять мы на самом деле вот этот наш маршрут который вот мы сейчас планируем исключительно из-за тихого океана после тихий реально настолько классный что мы именно в тихий хотим потом другой уровень автономности нужно там тебе уже просто автономность по всему и по идее и просто не купил просто не купить но можно выменять можно на что давать нужно в глаза живут глаза мы капали детям сканью тиви там в селах и на это давали еду да поэтому если в тихий идти большая жмение там какого-то этого тюбиков для убирать глазные инфекции тоже хорошо работают антибиотики горят там тоже антибиотики я не знаю у нас не было таких задач но просто там местным помогали они нам помогали это просто как этот это не способ заработать на еду это просто этот займа добрая поддержка ты говоришь там не вода нужна я раз там принесли из какого-то там лаваши тихий мне кажется водоема с холерой если он там не проскакивать как в классической кругосветки мы просто другая жизнь я проскакивал ну как проскакивал то есть он у меня получился там 12-13 тысяч миль или 12 уже не помню и это девять месяцев это я пришел там дельку постоял пошел дальше недельку пострел пошел дальше у меня мечтаю этот самый микронезия вот эти все знаешь совсем дикие всем дичь такая но я микронезии был но лучше же микронезия лучше там всякие типа маршал да 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 вот туда это интересно но они все они там начиная совету таки это кукол и заканчивая там папуа новой гвине это все дичь ну да там они есть там какие-то очаги всплески цивилизации 5 человек населения дыхну не там есть допустим вануату там где они взяли кому то ли американскую систему управления и там куча подготовленных там кадров иммиграция полиции это такие значим на очаги воспаление от цивилизации а вокруг на табачку и там какой-то жесть уже такая короче или планов громаде планов громаде и предлагаю их начать реализовывать нашим подписчикам можем сказать те кто все-таки от нас решил отписаться можете подписаться обратно обратно если интересно потому что планы глобальная если не интересно естественно не подписываться но тогда просто ставить лайки и кстати даже дизлайки нормальная тема тоже работа у меня кстати в ютюбе не отображается дизлайки у тебя сломал систему творческая студия лайков столько то комментариев столько больше никакой информации общее считает короче подписывайтесь на наши каналы этот выпуск у нас будет одинаковый поэтому где угодно ссылочки там все в описании друг на друга если кто-то вдруг чего-то там не знает как найти к я думаю что люди которые нас смотрят это одинаковые аудитории поэтому друзья нам было с вами очень приятно мы для этого и делаем то что мы делаем подписывайтесь лайки пока пока и и и